здравствуйте друзья и соратники когда я понимаю вопрос о ядерной войне в девятнадцатом веке мне многие возражают что мол если бы что-то подобное было то остались бы какие-то воспоминания об этом рассказы бабушек и дедушек почему если это было то этого никто не помнит и вот тут я хочу ответить а как хорошо мы помним события которые имели место быть всего 100 лет назад не говоря уже о 200 летней давности например в 1908 году был потоп в прямом смысле этого слова но что мы знаем о нем моя прабабушка 1910 года рождения о нем ничего знать не могла так как родилась позже а кто еще может рассказать о событиях которые были то всего сто с небольшим лет назад а вместе с тем информации на эту тему очень много вот прямо сейчас набирайте в яндексе или гугле слова наводнение 1908 года большинство ссылок указывает нам на московское наводнение но территории того потопа гораздо больше читаем газеты тех времен я вам зачитаю только про нижний новгород и киев сайт everyday.in.ua как тонул киев 1908 год в апреле 1908 года газета русское слово о ситуации в киеве писала вода на днепре прибывает разлив в киевском районе грандиозный почти весь труханов остров затоплен жители спешно перевезены в город и временно размещены в контрактовом доме движение товарных и пассажирских пароходов совершается на всех направлениях сегодня утром залиты водой улицы туровская веденская ярославская воложская почаевская щековицкая еленовская и юрковская жителям удалось своевременно переехать в город вода подошла к центральной электрической станции городу грозит опасность остаться без электричества пострадавшим от наводнения организуют помощь бедствие неописуемо количество жертв наводнения растет сильная нужда в пище и одежде деятельность гавани совершенно заглохла грузчики ломовые извозчики и насильщики живут в проголодь мельницы бездействуют цены на мучные продукты повысились губернатор совместно с городским головой организует помощь пострадавшим путем выдачи горячей жидкой пищи сайт криминал н.н.ру паводок в нижнем новгороде апрель 1908 год в тот год нижний новгород стал на себе один из страшнейших паводков волна остановила пассажирский поезд а началось все банально с больших луж в сормове по всем улицам за исключением песков образовалась непроходимое болото всюду были липкая засасывающая грязь и громадные пространства залитой водой пешеходам приходилось прямо таки утопать по колено в грязи даже днем высылая свой ропот к небу но главная угроза таилась конечно же не в таявших на улицах сугробах а в могучих реках на которых стояли нижний новгород канавина молитовка и другие населенные пункты не входившие тогда в состав одного города 13 апреля пресса с тревогой сообщала вода в нижнем как в оке так и в волге сильно прибывает за истекшие сутки прибыло аршин и 4 вершка аршин составлял 0,7 метра а вершок около четырех с половиной сантиметра примечание автора всей воды прибыло 6 аршин впрочем в тот момент еще никаких признаков надвигающейся катастрофы не наблюдалось половодье в нижегородской губернии было делом привычным и ежегодным и к нему же успели привыкнуть как правило талой воды лишь немного подтапливали расположенную на берегу ярмарку чем дело и ограничивалось хотя многие нижегородцы еще хорошо помнили паводок 1889 года когда вода в океи волги поднялась на 12 с половиной метров следующие дни вода прибывала довольно неспешно в среднем по пол метра в сутки постепенно заливая прибрежные отмели и острова луговая сторона волги затапливается очень медленно констатировал нижегородский листок 17 апреля через три дня вода достигла прошлогоднего уровня что в общем было в пределах нормы между тем главная угроза исходила не от суровой волги матушки а от младшей сестрицы юаки на главном притоке оной москва реке после неслыханно снежной затяжной зимы в это время уже разыгралась столь же невидное половодье пятая часть старой столицы уже была затоплена в воде оказались даже башни кремля 20 числа из москвы было получено тревожное сообщение о том что несколько шлюзов на москве реке не выдержали напора и один с другим разрушились огромные потоки воды тотчас устремились ниже по течению ваку а уже 21 апреля появились первые признаки надвигающейся катастрофы после полудня было получено сообщение что на оке повыше павлова за пять часов прибыло три оршина 2 метра примечание автора однако прибыло это мягко сказано в действительности в сторону нижнего новгорода двигалась настоящая волна высотой 2-3 метра первыми под удар попали поселки черный ныне дзержинск и сейма двигавшийся по железной дороге пассажирский пояс был попросту остановлен набежавший на насыпь волной шесть часов утра 22 апреля вода начала стремительно заливать молитовку и канавина следом считанные часы затопило проездной переулок мещанскую улицу и еврейскую синагогу проживавшие в подвалах рабочие татары в последний момент были эвакуированы полицией элеватор и гостиница петербург были отрезаны от суши во многих местах жители в панике сооружали вокруг домов насыпи из земли и досок надеюсь таким способом защитить свои жилища от наступающей воды насколько сильное течение в оке можно судить хотя бы потому что например вчера два прохода с большим трудом тянули вверх одну баржу констатировал нижегородский листок в то же время стоявшие на якорях баржи стало срывать с места и уносить по течению к примеру утром 23 апреля унесло купальню припаркованную у горного берега оки а дальше началось своеобразное домино плавсредство стало цеплять стоящие ниже баржи вследствие чего те также снимались с якорей и уплывали часть их удалось отловить пароходом речной полиции остальные унеслись вниз по волге московское шоссе скрылась под волнами но то были лишь цветочки канавина вода все прибывает писали газеты 25 апреля все шоссе вплоть до пристани пароходства общество по волге залито воде оказались помещение ярмарочного комитета по александровской улице на ней интернациональная уже залиты дома иванова винокурова буданова блинова и другие залиты бани перлова и соболева в гордеевке сообщение по мосткам и на лодках молитвовка начала тонуть отменены занятия в гимназиях также ушли под воду железнодорожной станции растяпина и гороховец московское шоссе скрылась под волнами типичный случай имел место в молитвовке когда к одному из семей подошла вода жильцы перебрались на второй этаж и легли спать однако опасность явно была недооценена что едва не привело к гибели ночью все были разбужены шумом приближающейся воды вследствие чего приняли роковое решение перебраться на чердак к утру второй этаж дома также ушел под воду жильцы попросту оказались в ловушке и это неудивительно учитывая что за сутки прибыло еще три метра воды только своевременное возвращение с ночной смены сына хозяина дома спасло им жизнь молодой рабочий подплыл к дому на лодке после чего топором прорубил крышу и в последний момент извлек своих родных между тем на океан разыгрался настоящий шторм огромные волны не только с легкостью опрокидывали корабли и баржи но и срывали с берега дома и целые кварталы так наборском перевозе уплыл одноэтажный дом тесовый сарай с снастями пакли и бревнами а также баня принадлежавший некому мухановскому другому местному жителю квашину повезло больше стихи забрала у него только баню дом же лишь развернуло на 180 градусов прям как сказки про бабу игу к лесу передом ко мне задом больше всех пострадал расположенный напротив стрелки остров мочальный который в те времена был обжить людьми оказавшись прямо посреди бывшую щей стихии стоявшие здесь строения были практически уничтожены вода унесла несколько барж и пароходов вместе с пристанями а также пять двухэтажных домов вместе с жильцами и баню а волга потекла вспять на следующий день вода продолжала пребывать прежними темпами за трое суток с 23 по 25 апреля и уровень поднялся почти на 10 метров в результате наступавшие с юга воды оки в районе московского шоссе соединились с водами волги таким образом еще оставшиеся незатопленными небольшие места в канавине и гордеевке были полностью отрезаны от суши между тем вся нижегородская ярмарка уже полностью ушла под воду волны плескались над крышами товарных складов сибирской пристани а прямо возле торчащего из воды собора александр нескова затонуло грузовое судно по всем направлениям и лагунам нижегородской венеции шныряют мартышки с пассажирами и кладью рассказывал листок люди задевают зеленые и красные крыши рвут провода ярмарочной телефонной сети застревают на воротах бугровский садик на ярмарке перед триумфальными воротами представляет из себя глубокое водное пространство на поверхности которого верхушки высоких деревьев являются какими-то являются каким-то кустарником воле отделяющей ярмарку от гордеевки представляет из себя целое море воды которая настойчиво проникает вглубь села не лучше обстоят дела и на противоположном берегу оки вода добралась до улицы рождественской казанского вокзала и бугровских мельниц на заводе курбатова залила машины котельную и другие отделы вследствие чего предприятие прекратило работу также в окрестностях нижнего были затоплены деревни кузьминка подновье большая часть бора и балахны один лишь макаревский желтоводский монастырь гордо возвышается над морем воды едва достигающий монастырских ворот сообщали газеты но село было затоплено а 90 семей живут на чердаках своих домов молитвовки вода уже подбиралась к последним торчащим из волн домах где скопились все местные жители а порой глазам очевидцев представляла и вовсе невероятное зрелище напор воды в оке был столь силен что течение волги встала и могучая река на какое-то время потекла вспять так возле возле сибирской пристани сорвало деревянный довольно больших размеров дом купца ушакова однако вопреки законам физики строение поплыло не в сторону бора а наоборот к сормову домовладелец же уведомленной объектом недвижимого имущества позвонил в речную полицию и попросил выслать для поимки дома пароход к слову сказать работенки у последних хватало по реке то и дело проплывали двух трех и даже четырехэтажные дома на некоторых из них можно было различить надписи вроде трактир или гостиница периодически в волнах мелькали труп людей и животных 26 апреля полицейский пароход отловил крестьянский домик в котором находились три человека муж жена и ребенок последние двое были уже мертвы а вот главу семейства удалось спасти 27 апреля вода наконец перестала прибывать а к началу мая ее уровень начал постепенно падать апокалипсис закончился тем временем жители на горной части нижнего каждый день выходили на откосы и с ужасом наблюдали последствия потопа за грехи нас господь батюшка милостивый наказывает торжественно произнесла одна старушка неверие в людях пошло бога забыли слабость и разрад пошли автор виктор мальцев и ссылка на ленинскую смену конечно это не всемирный потоп но масштабы его также впечатляют и что осталось народной памяти предания легенды воспоминания а события то были всего сто с небольшим лет назад вот друзья мои теперь подумайте сами почему мы ничего не помним о том что было 200 лет назад спасибо вам за внимание всего доброго до свидания